около отеля сизар здесь есть такой аромат идет от вот этих палочек такой вот будда но мне это напоминает малайзию шри-ланку бали и так далее вот такой здесь мини храм потому что у нас очень 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 много народу прилетает лас-вегас с азиатских стран и еще дышу на лестницу поднималась сейчас вверх ступеньки столько много было это ужас не знаю ступенек на 1 70 и вот здесь вот постоянно постоянно вот так вот все украшено постоянно всегда вот такой вот ну буду храм как я не знаю как они это называют вот так вот всегда но пеньки но она пеньки ко мне подошла вот эта женщина они продают предлагают постоянно всякие из камушков вот эти вот браслетики такой вот все но будень аромат такой приятный слушайте эти блага а благовония благовония они называются очень приятные такие запах такой аромат идет вот так вот просто в центре лас-вегаса вон вам париж париж вот вам сизар пелос и вот вам пожалуйста вот такой вот уголочек будды это бамбук кто не видел как растет бамбук вот это бамбук и да в лас-вегасе он есть конечно же есть вот так вот он растет там очень много птичек кстати в нем живут он они маленькие и воробьи мелкие разные Это шоппинг-центр Сизер Пелос, как раз в том отеле, в котором мы отдыхаем, это вот как раз и есть их шоппинг-центр. Он мне напоминает, знаете, чем-то так отчасти по поводу, знаете, он мне напоминает, во-первых, галерею Лафаэд. Хотела сказать, чем напоминает, богатством, богатством роскоши, как отдекорирован. Вот это он мне напоминает галерею Лафаэд, только галерея Лафаэд у нас с вами круглая, а здесь это такой он квадратный, он прям четкий квадрат, он такой квадратный, красивый. Конечно, шикарно он сделан, декорации, отделки просто наишикарнейшие. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я вам показываю вот эти платьица, сжимаю. Это платье тканевое, которое вот мне нравится тоже ткань. Вот я ее сжала, отпустила, и она абсолютно-абсолютно не мнется. Это сто девяносто восемь долларов плюс налог. Класс! Вот такой же яркий фуксия. Такие яркие, это только вот на море можно одеть, но только где на отдыхе в отеле. А так, конечно, абсолютно нет. Сколько это платьица стоит? 158 девочки. Такой вот в Доминикану, на Гаити. Такие вот странные. А так ходить на каждый день, вот так вот, это, конечно, нет. Рубашка тоже самое. Цена-цена, говорю-говорю, 128. Брюки. Нет, видите, вот яркая, очень оляпистая такая. Ну, оляпистая, оляпистая вот эти цветы, это, конечно, все удешевляет абсолютно. Даже тут и Гавайи не помогут, реально. Я помню, в Италии было одно время очень модно вот такие рукава. У меня две кофты есть черного цвета. Одна у меня чуть подлиннее рукав, а вторая еще длиннее. Но не доходит до конца. Ну, вот как сейчас, да? И он такой весь дутый-дутый. Я покупала в Италии, я помню. И прям они классные-классные. Ну, качество такое же, прям приятное-приятное. И их можно вот так вот еще было собирать. И, как бы, знаете, вот эта вот дутость такая была. Очень такие элегантные они. Но у меня две в черном цвете именно. Даже не в белом, девочки, две в черном, да. В белом такие рукава, они как-то теряются. И больше придают такой, знаете, объем рукам. А в черном цвете такой прям классика жанра, прям шикарно. 148 долларов в белом цвете. Ну, вот такие вот льняные хэбэшные платьица. Такие, как платьица-сарафанчики. Не знаю, 120 долларов. 128 плюс такса. Вот эта фирма. В белом, в черном они есть. Классно, я бы брала в черном. В белом она как-то простит, на мой взгляд. Ну, для меня, для блондинки, для меня было бы, конечно, идеально черное. А такой у меня есть, девочки. Я тут брала его. Это как раз вот из той ткани, которая не мнется. Такой у меня есть. 148 долларов. Я его очень люблю. Оно такое классное. Такое, знаете, летнее. Черно-белое, стильное. Оно еще есть черное, оно теряется. А вот эта расцветка, она, конечно, классная. Покупала, по-моему, в том году, что ли, я ее брала. Вот такая у меня есть. Крупные цветы. Классно. Мелкие цветы, конечно, это бабушка-бабушка. Бабушкин вариант. А вот крупные цветы. Если уж покупать в цветы, то, конечно, что-то в крупное, знаете, такое. Оно будет более богато смотреться, чем мелкий цветочек. И все это будет бабушкин вариант. Вот это вообще. Мне вот это нравится. И мне нравится у него ткань. Вот так вот смяли. И оно абсолютно-абсолютно не помялось. Абвокарно. 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 Продолжение следует... Агент-провокатор, девочки. Отдел-агент-провокатор. Девчонки, кто развратник? Это для вас. Так, цена, девочки, сейчас... 100... Сколько? 185 долларов. Красивый. Такая комбинашка. Халатик. О, классные рукава. Классные рукава такие. Шелк шикарный. Так, значит, трусики. Цена трусиков, девочки. 100 долларов. Халатик, халатик. Я думаю, долларов 300. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. 325 халатик. Классные качества. Супер, супер. Девчонки, ну это для... Это вообще... Для тех, кто вообще развратник у нас. Давайте, пишите. Ага, напишите вы в комментариях. Никто... Не напишешь, что развратник, да? Цвет красивый. Так, цена... 550 долларов. Вот этот мне нравится. Черненький. Сколько цена у него? Цена... 140 долларов. Что-то я продешевила. Тут 550, а это 140. Продешевила я, девчонки. Но мне он нравится вот этот. Такая классика жанра. Красивый. Девочки, ну это, наверное, на вечеринку Гэтсби можно одеть, да? Особенно здесь, в Лас-Вегасе. Здесь это нормально. Ну вот в таких можно увидеть на вечеринках. То есть без проблем. Для Лас-Вегаса это все нормально. Это обычное дело. Особенно, когда тематические вечеринки. Они у нас проходят очень часто в Вегасе. Это все нормально. Поэтому не удивляйтесь. Тоже прикольный. Ну это такой, знаете, его одеть. И даже сверху можно что-то такое прозрачное одеть. Тоже будет стильно смотреться. Ну это для тех, кто не боится. А те, кто у нас трусишки, пусть одевают. Тут нечего вам, девочки, одеть. Кто не трусишки. А есть. Вот закрытый вариант. Так, это цена 250 долларов. Классный, прикольный. Очень стильный. Если еще в футляр юбку и прозрачную какую-нибудь водолазку. Класс. Ну это тоже, опять же таки, это с тематических вечеринок у нас одевают. Да, у нас есть такие тематические вечеринки. Это не удивление. Так, цена 3175. Ну это сваровские, это понятно. Ой, а вот таких колготок у меня полно разных. И с линиями, и горошки. Таких колготок у меня очень-очень много. А вот этот. Помните, я вам как-то, когда показывала парфюмы, может быть, месяца полтора назад, я вам показала флакон Жеодор и перепутала, и говорю, это, наверное, агент-провокатор. Вот этот агент-провокатор, вот этот в розовеньком флаконе, мне нравится, девочки. Мне нравится агент-провокатор. Девочки, это как раз вот парфюм, который я могу отнести к филю, ну вот этого белья, такого, знаете, дерзкого, такого, знаете, кто не боится быть наглой и дерзкой, агент-провокатор, он подходит. Я его люблю, очень люблю. Он такой, знаете, он не сладкий, он горьковатый, и он такой дерзкий запах. Мне он очень-очень нравится. Кстати, я этот отдел не видела ранее, его только открыли, поэтому агент-провокатор. Что мы делаем? Мы с вами его покупаем. Вы знаете, мне вот этот парфюм, агент-провокатор, они разные есть, но вот именно розовый, он такой, знаете, наглый, и когда его пшикаете на себя, наносите, и такое ощущение, как будто вы задаете вопрос. Вы что-то хотели? Знаете, он такой наглый-наглый аромат. Все, девочки, всем пока-пока, всем до свидания. Мы с вами нагулялись. Я думаю, я вам многое что посказала, и по ценам, и вообще все. Пойду посмотрю, что там муж спит, не спит. Попьем с ним, выйдем кофейку и пойдем дальше погуляем. А с магазинной части я уже выхожу, все, я уже выезжаю отсюда. Девочки, вот пока снимаю, сниму. Снимать нельзя категорично, но зашла, пока меня никто не видит, вам сниму. Красота, здесь такая красота, такая шикарность. Багеты просто вообще, лувр-лувр, просто шикардосно. Так, все, девочки, дальше я не пойду, а то там уже сейчас мне скажут, а снимать нельзя, сори. Ну, чтобы не было неудобно, я не пойду туда снимать. Ну, а вот здесь сниму. А вот здесь сниму вам чуть-чуть. Такие кубки красивые вот эти, да? Обалденно вообще. Комод шикарный. Я очень люблю вот такие все вещи, красиво. Хотя нет, он на меня посмотрел, помахал рукой, улыбнулся. И без проблем я вам потихонечку еще сняла. Но уже дальше туда не пошла. Там сидели трое мужчин, разговаривали, поэтому я уже туда не пошла, чтобы, ну, как бы не было дискомфортно ни мне, ни им. Сзади меня на стене фотографии это все знаменитости, которые отдыхали именно в этом отеле. Сейчас я вам их покажу, кто девочки у меня новенькие, для вас специально вот этот уголок сниму, потому что все мои девочки, кто раньше подписаны, вы это уже все видели. Но сниму для вас, для новых моих подписчиков. Я тут смею на нем золотых vide Вер Монго. Субтитры сделал DimaTorzok Все вот эти знаменитости, Мало того, что они проживали в этом отеле, Плюс они давали концерты здесь в концертном зале. Многие здесь живут и многие дают концерты по сей день. У нас Адель живет, у нее здесь ее театр, И она дает концерты и так далее. И многие артисты, которые выступали, Как я вам в начальном видео говорила, Что у нас есть здесь самый крутой ночной клуб. Вот они все выступают там тоже. Ну и так как у меня есть ключи от номера, Потому что мы здесь живем сейчас, То, соответственно, я возвращаюсь через зону бассейна, Чтобы мне не обходить через все-все-все казино. Поэтому мне здесь пройти намного проще, И быстрее прям сразу я выхожу к лифтам. Бассейн, солнышко, так классно. Вот здесь уже прям сразу элеватор. Ой, врезалась. Народ купается. А я зашла в номер. И я Витальку говорю, Ну что, поедем домой? Говорит, ну поехали. А у нас еще здесь есть одна ночь бесплатная. Но мы едем домой. Наверное, думаете, а чего домой? Чего вы вдруг не остаетесь? А нас не удивишь этими отелями. Они у нас постоянно, постоянно нам их присылают. Аферы и так далее. Приглашения в отеле. Но мы не так часто в них заселяемся, Как я вам уже до этого вообще ранее-ранее говорила. Потому что мы живем здесь прям рядышком 10 минут. И нас вот этим всем не удивишь. Мы и так без заселения можем Пройти на территорию Сюда или в другой отель. Можем Побыть у бассейна, покупаться и так далее. Не обязательно нам и ночевать. Ну вот сейчас мы ночевали. Ну одну ночь не будем ночевать. Домой хотим. Хотим домой. Девочки, реально домой. Правда. Сейчас они внизу. Мы сейчас будем делать чекаут. Они сейчас удивятся. Скажут, как? У вас еще одна ночь. Все. Вот реально домой. Собрала косметичку. И все. Все. Вон видите, Виталик с сумкой. Я с вещами. Идем делать чекаут. А. А иди сейчас. Друзья, это обалдеть. Представляете? Это вот народ стоит. Это вот кто в обычную очередь. И вот еще туда-туда очередь. Вы представляете? Вот так вот отстоять. Это часа три. Это сто процентов. Обалдеть. Ну все. А мы сделали чекаут. Они удивились. Этот аппаратик у нас, кстати, не взял. Но чекаут. И мы подошли на стойку, где делаем чекин. На свою стойку отдельную. И нам там сделали чекаут. И говорят, вам у нас не понравилось. Почему вы съезжаете раньше на день? А мы говорим, что у нас поменялись планы. И все. Но мы же не скажем. Мы домой. Домой хотим. Домой. Что-то я потеряла Виталика. А, вон она идет. Ну все, девочки. Теперь уже до следующих видео. А мы отсюда уезжаем домой. Все. Пока-пока. Едем домой. И говорю, Виталик, зайди. Купи лакошатки. Ну то есть лакошатки, это шоколадки домой. И он мне купил мой любимый шоколад. Тублерон. Кто его знает, кто его еще любит. Швейцарский шоколад. Я его просто обожаю. Вот именно желтый тублерон. Сколько я себя помню, всю жизнь его покупаю. Самый мой любимый шоколад. Ну вот этот тоже, кстати, вкусный. Именно вот карамельный желтый. Они разные. Есть там синий и то-то-то. Желтый. А, кстати, синий вкусный и желтый вкусный. Вот это вкусненькие. Но тублерон это что-то. Все. Сегодня у меня будет сладкий вечер тублерона. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.